давайте начнем тогда сегодня у нас получается будем проходить с этого туториал один этот пройдем один урок то есть по этому туре другие группы поэтому туториалу идут в принципе некоторые вещи мы оттуда тоже будем брать и сегодня что я объясню первое это объясню как сделать вот такой вот вещь здесь затрагивается тема как surface как нарисовать surface и как нарисовать там различные фигуры и попробуем вот такую небольшую программу сделать при этом еще буду объяснять для чего необходимые для чего необходимый порядок рисования наших сервис на экране каком порядке мы должны их рисовать чтобы у нас вот такая вот картинка получилось здесь вот если вы видите видно да вам то что вот этот кругляшок он зовут этими линиями стоит вот этот кругляшок он перед лидерами стоит вот эти вот вещи я сейчас буду тоже объяснять потом попробуем сделать небольшую программу где я покажу что такое fps это фрэйм секунд это количество фреймов которые показываются пользователя и после этого попробуем написать небольшую тоже игру змейка попробуем с помощью тех данных которые мы уже изучили сделать сделать небольшую змейку и в принципе на этом все так в конце вообще для чем мы это делаем у нас получается внутри вот этого проекта мы так дальше будем разрабатывать мы будем некоторые технологии туда добавлять первое это network это мы будем делать попытаемся сделать запрос на некоторые ресурсы плюс еще попробуем сделать соединение между программами потом мы попытаемся сделать соединение с с базой данных это вот если база данных пока не выбрали какой из них попробуем соединить с какой-то базой и сохранять данные именно данные игры получается в базе и плюс еще финальный экзамен это скорее всего будет написание танчиков либо бот-бот для танчика отдельно связанную часть напишем и вы должны будете написать бота поэтому еще до конца не решили как решим это я сообщу еще плюс вы должны будете сдать все лабораторики дедлайн до конца следующей недели с ассистентами нужно будет проработать по всем этим всем лабораторам которые у вас есть теперь давайте посмотрим как работает сейчас и секунду запущу программу сперва посмотрим какую программу будем делать и после попробуем это все реализовать секунду давай попробуем написать вот такую как всем да видно в общем мой экран видим да здесь вот эти вот значения линии у нас получается рисуется по порядку рисуются они соединяются какие-то точки мы соединяем плюс два кругляшка кругляшок который находится за линиями и кругляшок который находится перед линией и вот эти два кругляшка это на самом деле один серфейс который нарисован два раза получается на экране то есть можно создавать один серфейс и на нем рисовать несколько экранов на экране несколько объектов можно так да здесь вопрос задали выложить просит на youtube да я выложу я записываю видео после на youtube так сейчас секунду я заширю так смотрите первое что я должен сделать я должен сделать импорт по идее да по идеям первым делом мы делаем по идеям так далее у нас есть скрин скрин это у нас получается по идеям по идеям дисплей сайт мол здесь мы указываем размер стандартном примере это вот 640 на 480 теперь смотрите дальше я попытаюсь объяснить что такое серфейс секунду у меня так белую доску видите да или нет нет сейчас пайчар да видим хорошо секундочку окей ладно давайте я сейчас сперва напишем потом после этого создадим два два серфа с этого первое это background surface background surface surface создается следующим образом это pygame.surface pygame.surface здесь мы внутри указываем какие-то размеры допустим 50 на 50 background это будет surface который полностью будет покрывать наш экран за это мы сделаем скрин у скрина есть функция getSize getSize и плюс еще один surface создадим на котором будем рисовать небольшой круглешок давайте его назовем ball surface ball surface это pygame.surface здесь мы укажем 50 на 50 то есть у нас получается два surface на которые мы будем рисовать линии и так далее так теперь для того чтобы вот какая-то оптимизация у pygame есть функция которая называется convert в принципе конверт пока не нужно это когда уже очень много объектов будет у вас в программе нужно не забыть сделать ball surface ball surface для каждого surface можно сделать функции конверт вот это вот это оптимизация цветов которые находятся в этом surface он чуть быстрее будет работать но в принципе так как у нас объектов не очень много мы можем это пропустить так дальше теперь давайте попробуем нарисовать на на вот этом surface ball surface pygame draw нарисуем круглешок в круглешке первым делом мы задаем где мы рисуем ball surface дальше мы задаем цвет допустим 25500 вот это мы не забываем то что первый цвет это red green blue то есть от 0 до 255 мы можем любые данные здесь задать третий параметр это получается центр нашего круга в данном случае у нас получается surface 50 на 50 экран наш получается то есть в середине этого surface у нас находится круглешок ну и здесь мы задаем радиус этого круглешка предположим 10 здесь если вы указываете еще один параметр допустим 3 здесь последний параметр это width если вы этот width есть тогда у нас получается круглешок незаполненный то есть просто круглешок борту круглешка появляется если этого элемента нет тогда полностью круглешок заполняется вот этим цветом который вы здесь задали в данном случае это 25500 так вот таким образом мы можем нарисовать у нас получается дальше что мы делаем дальше давайте попробуем так первое сделаем infinite loop это цикл нашей программы называем его running running true здесь while running здесь for event и полгейн event и вот это что было помните да я не помню вот это вот смотрите у нас получается инфинклуб есть это вот пока у нас вот это переменная true каждый раз когда он в этот infinite loop заходит он добавляет если вы на какие-то клавиши нажимаете все эти клавиши кладутся в определенную очередь а очередь называется эта коллекция называется pygame event так вот когда вы делаете pygame event key он берет все клавиши нажатые то есть все действия которые произошли во время вот этого цикла то есть с помощью цикла вы можете пробежаться по всем действиям которые у вас произошли и что-то с ними сделать в данном случае мы хотим проверить если у нас event type Ryan Ryan pygame.quid это означает то что мы нажали на кнопку x приложения и мы хотим выйти из приложения да тогда мы говорим что running равен false теперь если у нас event type это pygame.keydown в прошлый раз по-моему я вот это вот объяснял когда мы нажимаем event когда мы нажимаем на какую-то клавишу и если у нас event .key это у нас pygame.key допустим escape тогда running Ryan false тогда running Ryan false то есть если у нас получается running Ryan false у нас вот этот цикл завершается и в конце этого цикла мы можем сделать pygame.quid это функция которая завершает все очищает полностью память от всех тех параметров которые у нас были завтра теперь что мы делаем мы делаем screen.play.quid pygame.display.quid pygame.display.quid это функция которая обновляет с предыдущего фрейма и до настоящего фрейма все действия которые мы все картинки эти фигуры которые мы нарисовали он получается обновляет и записывает в этот pygame.display.quid то есть функция которая обновляет нам экран получается то есть здесь мы можем что-то нарисовать в промежутке и все что мы нарисуем отобразится получается внутри то есть внутри нашего экрана так так что еще пропустил сейчас я открою белый экран и попробую объяснить что происходит так первое давайте сделаем следующее первое здесь мы сделаем screen нарисуем туда первый surface блик получается background background surface он полностью наш экран занимает то есть это вот получается background by game surface screen get size он полностью убирает размер и то есть размер нашего background surface совпадает с размером нашего screen и с помощью background.fill мы можем задать там какой-то цвет допустим 255 255 255 это означает то что мы полностью screen закрашиваем этим background то есть белым цветом после этого мы делаем screen точка bleed ball surface ball surface здесь указываем допустим 40 на 240 так давайте попробуем запустить так even key ahead get key здесь get key get key get 2 так вот смотрите теперь получается у нас есть вам видно, да? или нет? так сейчас вообще видно нет, не видно а вот теперь теперь видно да вот смотрите у нас есть скрин сейчас она ты это открою вот у нас есть скрин получается размер которого планшет аку здесь получается у нас вот это получается у нас координаты 00 а вот здесь координаты у нас получается улица по 640 на 480 вот первый серфис который мы нарисовали это вот весь экран который заполнен белым цветом так как белым цветом он заполнил это вот первый первый серфис отключусь и уведомление чтобы не мешали теперь смотрите вот это вот это у нас второй серфис вот это вот второй серфис размер которого 50 на 50 50 на 50 это вот болт болт серфис которому делали теперь внутри был серфиса мы нарисовали кругляшок красного цвета красного цвета и если вы видите то у него background пока стоит черный вот вот у нас получается был серфис background черный и внутри у нас красный кругляшок в этот кругляшок вот этот кругляшок мы здесь нарисовали то есть у нас получается 50 на 50 это серфис далее у нас получается мы нарисовали на этом серфис красные кругляшок 10 центов 25 на 25 и после мы нарисовали их на спирме сперва мы нарисовали получается сделали длит сперва background на 0 0 дальше мы сделали screen blit пол серфис 40 на 200 мы можем еще раз делать вот screen допустим blit еще раз нарисовать был серфис на 240 допустим 40 240 массов то есть мы используем один серфис но в двух местах и рисуем первое это 40 на 240 2 240 массов запустим программу так вот получается первый серфис это вот здесь у нас находится второй серфис был серфис находится здесь то есть если у вас есть определенный один сервис это вот какой-то шаблон этот шаблон можно рисовать внутри экрана в нескольких местах это понятно да теперь смотрите попробуем сделать причем виден дала попробуем сделать следующее у нас получается первый пример который я показывал у нас вот такой получается экранчик где здесь у нас получается до 640 здесь у нас до 480 теперь давайте разделим вот это вот как на 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 какие-то части разделим на такие по части на 24 давайте разделим и попробуем соединить наши вот эту точку соединяем с этой точкой вот эту точку будем соединять с вот этой . . вот эту . попробуем вот эту точку цветы эту точку с этой ну и так далее то есть в конце вот эту точку соединяем с вот этой у нас получается вот вот такой вот рисунок дали зовут эти вот линии и то же самое можем с этой стороны сделать вот эту точку соединяем с этой . эту точку соединяем с этой . с этой последнюю соединяем с вот этой . у нас вот вот такой вот вот такая картинка должна быть вот такая картинка давайте попробуем это сделать так сейчас я переключусь на нормально теперь смотрите если мы заведем для этого какую-то переменную положим ты равен изначально опускай будет правильно то есть это вот это у нас будет для паттерна да то есть для для рисования вот этих вот паттерна нам понадобится т и в зависимости от темы будем рисовать получается вот эти вот линии теперь теперь для того чтобы нарисовать попробуем не на surface нарисовать вот эти вот картинки а рисовать на стороне самого экрана на скрине для этого у нас есть функция которая рисует линию перед тем как сделать как обновить нашу картинку мы делаем следующее пайгей draw line первую указываем где мы рисуем второе это мы указываем цвет давайте пока укажем какой-то определенный цвет 255 00 далее мы указываем начало нашего получается то есть координаты указываем да то есть вот здесь смотрите координаты первое вот эти вот координаты ну допустим вот эти координаты мы должны соединить то есть вот эти координаты соединяются с вот этим это что у нас получается вот это это такие координаты это получается по x у нас ок а вот и это не ежемесячная зарплаты там каждые три недели идет а притом они еще и официальность да то есть люди очень хорошо разливаются Так, мёд сделайте, пожалуйста, если кто-то этот… Хорошо. Так, сейчас, секунду. Смотрите, вот эти когнаты мы должны соединять с вот этим. Так, где у нас картинка? Вот эти когнаты мы должны соединять с вот этим. Вот эти когнаты должны соединять с вот этим. Так, вот это вот, это какие координаты у нас? Если у нас получается мы на 24 разделили, то каждый из них получается по 32, да? То есть 32. То есть вот это по х, это 32 умноженное на t, так? Так, если вот эти координаты мы возьмем, то какие это координаты? То есть это 32, то есть каждый из них получается, вот это 32, вот это 64, вот это 96 и так далее. В конце у нас 640, так? Если мы на 20, на 26 вот это все разделим. То есть вот эта координата умноженная на t, это вот эту координату, даст. А по y у нас постоянно у нас 0. То есть 32 умноженное на t, вот t когда 0, это у нас получается 0, когда 1, это 32, когда 2, это 64, когда 3, это 6 и так далее. То есть вот эти координаты мы определили. Теперь давайте посмотрим, с какими координатами он должен соединяться. То есть вот это должно соединяться с вот этими координатами, правильно? То есть 480, если мы на 20 разделим, то... 20, 20. 420 на 24. 480 на 20, точнее. На 20? А, 24. Да, мы по... Здесь на 20 ровных лицах разделили. Получается у нас здесь... Сейчас я переключусь, но это нарисовали. Так, здесь у нас получается 24, здесь 48, и так далее, до 480. То есть вот это как надо, это получается 480 минус... Минус что? Минус 24 умноженное на t, правильно? И по x это 0. Так? Вот это понятно, да или нет? Как мы вот это сделали? Да. Вот это и вот это. А почему мы там на 32, тут на 24 делим? Просто так? Потому что... Нет, не просто так. Потому что здесь у нас экран width 640, здесь у нас height 480. То есть 20... Здесь 20 точек мы здесь взяли, и 20 точек здесь взяли. За это уже вот 640 мы разделили на 20, по 32 получилось. А здесь мы 480 разделили на 20, тогда по 24 получилось. То есть эти данные вот зависят от вот этих данных. Понятно? Да, я понял. Спасибо. Так, сейчас. Это что значит? Это означает то, что вот первый координат это получается 32 умноженное на t, это по x и 0 по y. Следующее это значение. Получается 0 и 480 минус 24 умноженное на t. Так, width можно не задавать, кажется. Так, и давайте попробуем запустить. Сейчас, секунду. А мы же t не увеличиваем. Так, t сейчас мы увеличим. Так, вот здесь можно сделать, после того, как мы нарисовали этот рисунок, мы можем сделать t равно t плюс 1. Так, t равно t плюс 1, но если у нас t больше 0, да, если точнее больше 20, то есть это означает, это что означает? Это означает то, что мы все вот эти вот линии нарисовали, так? Если это так, тогда мы давайте сделаем просто t равен 0. Здесь вот мы еще что-то сейчас будем делать. Попробуем цвета поменять вот здесь вот. 255, 0, 0, 0. И у нас еще вот эти вот линии есть вторые. Их цвета попробуем поменять. Сейчас давайте вот это попробуем запустить. Так, example 1. Так, вам видно, нет? Сейчас ваша... Нет, не видно. Теперь видно? Да. Вот теперь смотрите, эти вот, получается, линии, вот эта точка соединяется с вот этой точкой. То есть то, что мы нарисовали, каждую точку соединения, у нас получается вот такой вот красивенький график получился. И теперь смотрите, все, что мы нарисовали за... То есть перед линиями, это вот этот surface получается, и вот этот surface, они находятся за вот этими вот линиями. То есть из-за того, что мы их до 1 нарисовали, они находятся... То есть как мы это делаем? То есть то, что мы нарисовали впервые, оно находится сзади. То есть если мы хотим, чтобы вот этот круглюшок находился спереди, мы должны его нарисовать спереди. Для этого что мы должны сделать? Для этого мы должны... Вот то, что мы здесь нарисовали, screen-bleed, мы должны нарисовать не здесь, а после того, как нарисовали линии. Вот screen-bleed, ball-surface 240 на 40. Тогда... Сейчас давайте... Тогда у нас что получается? У нас получается... Вот у нас получается первый surface находится за пределами, то есть до вот этих вот линий, а вот этот находится перед этими линиями, потому что мы вот это вот нарисовали после. Это понятно, да? А вот вопрос, а почему линии не прямые, а такие наискосок? Это из-за того, что прямоугольный экран, да? Почему наискосок? Ну как? Ну не наискосок, а вот такой параболь получается. Ну типа неровными линиями вообще все соединяются. Почему? Неровные линии? Мне просто кажется. Тебе кажется, да. Почему мне кажется? Это ровные линии, на самом деле. Вот смотри. Сейчас я рисунок сделаю. Это ровные линии, то есть вот эта точка, вот эта точка у нас соединяется с вот этой точкой. Это прямая линия. Вот это тоже прямая линия. Вот это тоже прямая линия. Мне кажется. Хорошо. Окей. Так, дальше после. Теперь давайте попробуем нарисовать с этой стороны, с другой стороны. с другой стороны, как у нас будет? flygame, draw, line, screen, какой-нибудь другой цвет возьмем. Здесь, допустим, 200 цвет, 0. Здесь мы должны указать координаты. Какие координаты мы указываем? Первое, это давайте по x то же самое, да, остается? Получается 32, умноженное на t. Это вот нижние точки, так. Но, то есть у нас получается, сейчас я не подключу, у нас получается вот экран был, где вот здесь вот у нас 640, здесь у нас 480, и вот эти вот разделения мы соединяли с вот этими, да? То есть вот эту точку соединяли с вот этой. То есть вот эти точки то же самое, что и здесь, правильно? То есть вот это, это вот это, вот здесь это вот это вот это. То есть, если мы вот эти точки будем брать, как первые точки, то это 32 умножить на t, и по y это сколько? 480. 480, да, это 480. Второе значение какое у нас будет? 640. 640 на... То есть 640 у нас получится. Игрек такой же. По x, а по y он может такой же. 480 минус 24 умноженное на t. Вот это вот и получается вторая сторона. Вторая сторона. Отбывать себе запустим. Так, вот получается мы с этой стороны нарисовали, и с этой стороны нарисовали. Теперь давайте попробуем сделать так. Вот как только у нас получается линии все нарисовались, красным цветом полностью до конца, попробуем цвет поменять, чтобы она обратно другим цветом рисовала. Ну и здесь то же самое. Какой-то другой цвет. Для этого как мы можем сделать? Это мы можем сделать следующим образом. Для этого мы давайте заведем, сделаем импорт рандом. Это библиотека, которая позволяет нам создавать рандомные значения. Да, это рандомная часть. Ну и здесь возьмем какие-нибудь... Первый это color 1 давайте возьмем. Скай будет 0. И color 2. Скай будет 0. Так, теперь для того, чтобы их поменять, мы можем сделать следующее. Вот здесь вот сделаем 255 минус color 1, допустим, да? А здесь сделаем 255 минус color 1. То есть немножко цвет поменим. А этот цвет когда мы будем менять? Будем менять следующим образом. Когда у нас, получается, мы добрались... То есть мы нарисовали все 20 линий с каждой стороны. У нас получается t равен 0. И color 1, color 2 мы берем с нуля. Так, не color 2. Во второй. Какой образ? Во второй должен быть color 2. Так, color 2. Так, color 2. Насхару у тебя камеры включены. Color 2 равно random random от 0 до 255. Попробуем запустить. Вот, вон цвета меняют, получается. Красный цвет у нас оттенок меняет, потому что мы делаем 255 минус вот этот color, да? Вам видно или нет? Видно, видно. И зеленый цвет у нас получается оттенок меняет. Вот таким образом мы крутую анимацию можем сделать. Теперь, что мы не сделали еще? Мы не сделали, чтобы вот эти вот кругляшки, они вот сзади, видите, она в черном указана. Чтобы этих черных... То есть background у нас transparent был. Мы делаем следующее. У background есть функция, то есть у surface есть функция, которая называется set color key. Так, это background у нас. Ballsurface.set color key. Здесь мы указываем тот цвет, который мы хотим сделать transparent. В данном случае это у нас черный цвет по умолчанию. Его мы хотим сделать transparent. 0, 0, 0. Так, 0, 0. И давайте запустим программу обратно. Здесь, теперь смотрите, у нас получаются вот эти вот кругляшки. То, что у нас был background черный, теперь их нет. В данном случае вот эти красные кругляшки, они сами по себе стоят. Здесь background. На самом деле background есть, просто он прозрачный. Понятно? Вот есть? Понятно. Ну что, что мы сейчас сделали? Вот это вот, это на минуту... Сейчас я хочу вам дать время, минут 15. Сейчас вот так вот будем делать лекцию. У нас так, как у нас 3, 3,5-4 часа, будем делать так. Я сейчас объяснил, что такое surface, как рисовать на отдельном surface отдельный объект. В данном случае это кругляшок. Это один surface, мы два раза его нарисовали. И мы нарисовали, получается, вот такие вот линии, да? Сейчас давайте сделаем... Вот сейчас 19-40. Каждые 40 минут лекции, минут 15 будет на то, чтобы вы попробовали самостоятельно и потом задали мне вопрос. Хорошо? 15 минут мы сейчас сделаем перерыв. Вы попробуйте самостоятельно это сделать. И все вопросы, которые возникнут, я попробую ответить. Мы дальше. Ответы? Можно вопрос сейчас? Да, сейчас можно вопрос. Почему мы рисуем вот эти кругляшки именно на другой поверхности? Почему мы не укажем скрин просто? И там... Можно указывать скрин, можно указать скрин, но я здесь пример привел, что мы создаем один шаблон, surface, и на нем рисуем один этот, один кругляшок, и этот кругляшок мы уже дублируем в нескольких местах. То есть это нужно будет для того, чтобы, допустим, когда вы танчики будете рисовать, у вас танчики будут делиться на какие-то ландшафты, на мелкие ландшафты. И вы одним surface'ом этот ландшафт нарисуете, полностью все, что там должно быть, и потом продублируете его по всему периметру вашего экрана. Можете в телегу скинуть? Сейчас я залью это все на... Ну или сейчас, да, скину. Например, если мы будем делать платформу мы можем так сделать? Например, Марио делаем, и когда платформа будет, он будет соприкасаться с ним. Именно, например, с линией будет соприкасаться. Пересечение в смысле? Не совсем понял вопрос. На нем мог ходить. Привить, ходить, и в яме спускаться, например. Это можно, да, сделать. Это вот... Чуть дальше мы пройдем физику. Как сделать, чтобы пользователь... Эти объекты у нас по законам физики двигались. И вы уже знаете, где там, где находятся какие-то границы. Вы можете прыгать, вы куда-то спускаться и так далее. То есть мы сейчас после этого напишем небольшую программу, где крюльюшок будет двигаться, стукаться по сторонам, в зависимости от того, куда он стукнулся, менять расположение, да. И после этого еще попробуем сделать змейку. На основе этого вы можете уже, типа, Mario, похоже на Mario, какой-то игрой написать. Еще вопросы есть? А нам, чтобы повторить, за что отвечал. Четвертый параметр, когда круг рисовали. А, давайте сейчас я покажу четвертый параметр. Сейчас, секунду. Так, вот здесь четвертый параметр. Так, раз, два, три, четыре, пятый параметр, да. Пятый параметр. Давайте здесь чуть больше сделаем, допустим, 20. Здесь делаем 2. Ну и запустим программу. Вот смотрите. Если мы указываем пятый параметр, это означает то, что мы хотим, то есть внутренность нашего круга не заполняется красностью, только бордер заполняется. Размером 2, width. То есть до этого у нас было, что если мы пятый параметр не указываем, он полностью закрашивался, этот кругляшок. А в данном случае мы указали, что мы не хотим полностью заполнять, а хотим нарисовать круг без заполнения. Мы указываем, что размер вот этой линии у нас равен 2. Понятно? Получается, можно несколько сурфейсов делать, да? Можно несколько сурфейсов делать. То есть в одном сурфейсе вы рисуете, допустим, какие-то объекты, в другом сурфейсе другие объекты. Этот шаблон можно уже дублировать на весь экран. То есть, допустим, сделаете какую-то игру, где есть ландшафт, где, допустим, есть лес, предположим, есть отдельно, этот лес во многих местах встречается, да? То есть вы один раз этот лес рисуете, и потом несколько раз его дублируете. Потом, допустим, есть какая-то, не знаю, вода. Эту воду рисуете, как шаблон сурфейсов, внутри сурфейса, и потом его дублируете. Понятно? Скорее всего, в дисплее есть параметры определенные. Сейчас я посмотрю. Так точно не помню. Внутри дисплея должен быть параметр, который это задает. Сейчас как сделаем? Давайте вы попробуете самоотказательное сделать. Сейчас 46 на минут 15. 8 обратно. То есть пускай этот скрин не выключается, Zoom не отключается, через минут 15 обратно вернемся, и вы все вопросы зададите, которые у вас будут возникать. Хорошо? Хорошо. Давайте. Хотя вы нас не слышите, но мы согласны. Дальше давайте. Сейчас я покажу примеры, как рисовать другие объекты на Pygame. До этого мы только circle, ректаргул рисовали. Теперь давайте некоторые какие-нибудь другие примеры я покажу. замкнут. Вот здесь шернул экран. Сейчас я еще раз проверю. Да, шернул экран. Хорошо. Делаем следующее. import pygame.init. У нас есть скрин, получается. скрин. Это у нас pygame. display set mode. В данном случае это 640 на 480. По примеру нашему, да? давайте сделаем отдельный surface. reasonable surface. Это будет pygame.surface размер 50 на 50. Дальше отдельно surface для background. background.init.game .surface размер Это у нас получается screen .get size Вот у нас есть два surface на первом мы нарисуем кругляшок маленький на втором мы нарисуем допустим ректаргу попробуем нарисовать арку, полигон и попробуем вот эти два surface нарисовать уже на screen Так, сперва давайте закрасим наш background белым цветом 255 255 255 Далее давайте первое это нарисуем pygame draw circle первый circle Первый параметр мы всегда указываем тот объект на котором мы рисуем это в данном случае так bow surface bow surface Второй параметр это цвет именно того объекта который мы рисуем в данном случае этот цвет получается кругляшка предположим 255 180 и 34 третий параметр это позиция нашего surface это левый верхний угол нашего получается surface от 50 на 50 левый верхний угол этого квадрата в данном случае будет указан будет располагаться на 100 100 и четвертый параметр это параметр нашего то есть радиус нашего circle в данном случае третий параметр это в данном случае внутри вот этого surface где он находится внутри вот этого surface координаты центра круга это вот когда мы круг рисуем а когда мы уже на скрине все это будем рисовать screen blip первый параметр мы указываем какой серверс мы рисуем и второй параметр на каких когнатах мы хотим его нарисовать вот это вот уже левый верхний угол нашего получается surface если нарисовать это в виде сейчас через его нарисуем у нас получается так вот такой экран где экран вот это задает у нас получается 640 на 480 вот здесь это у нас 0-0 в эту сторону растет x в эту сторону растет y и вот это получается 50 на 50 это мы отдельно surface рисуем 50 на 50 далее мы рисуем получается на координатах относительно вот этого surface относительно 0-0 то есть это 50 вот это 50 относительно вот этого центра мы берем получается 25 на 25 здесь радиусом 10 рисуем наш круг Дальше, когда мы делаем Screen Blit Ball Surface 100 на 100, здесь у нас получается 100, здесь где-то 100, и вот левый верхний угол, левый верхний угол, то есть вот этот Surface дублируется сюда. Мы этот Surface рисуем здесь. Так вот эти координаты, в которых мы указали 100-100, это левый верхний угол нашего Surface. То есть отсюда размером 50 на 50 у нас нарисуется получается Surface. Хорошо, это то, что касается того, как вот эти вот объекты располагаются. Теперь давайте нарисуем другие объекты. Какие объекты попробуем нарисовать? Давайте попробуем нарисовать сперва ректангл. В ректангле, как мы делаем? Это мы делаем следующим образом. Пайгейт. Ну, в любом случае, любой объект рисуется через PyGameDraw. PyGameDrawRect — это функция, которую рисует ректангл. Если вы пишете на PyCharm, то он, в принципе, дает подсказки. То есть, первое — это мы даем тот объект, на котором мы рисуем. Второе — мы даем цвет, допустим, 45, 100. Так, 45, 100, предположим, 34. Третий объект — мы даем левый верхний угол нашего ректангла и width и height. То есть, если мы сделаем здесь, допустим, 200 на 250 на 80, это получается размер нашего ректангла. Так, давайте вот это я нарисую, как это все будет выглядеть на картинке. Вот эти когнаты, чтобы вам понятно было. Это получается вот у нас background surface. Размер его здесь мы задали, это screen get size, точно такой же размер, как и у нашего экрана, в данном случае 640 на 480. Так вот, вот эти вот, ну, вот это понятно, это цвет, который мы будем красить. 200 на 200 — это левый верхний угол нашего ректангла. То есть, если мы, предположим, здесь у нас 200, вот здесь 200, то у нас получается левый верхний ректангл. И размер у нас получается 50 на 80. 50 — это улица, а 80 — это у нас height. То есть, такой ректангл у нас нарисуется. То есть, это вот эти вот когнаты, это 200 на 200. Так, понятно, да? Дальше. Дальше. Дальше пошли. Это каким образом мы рисуем, получается, левый верхний. Дальше пошли. Дальше. Попробуем нарисовать. Дальше. Попробуем нарисовать. Again, draw. Давайте art попробуем нарисовать. Art — это вот объект, это кусочек, получается, круга, да? Первый параметр — это мы задаем, где мы рисуем. Второй параметр — мы задаем цвет. Допустим, 56, 105, 240. Третий параметр — это ректангл, внутри которого у нас нарисуется, где у нас вот эта арка появится. То есть, я сейчас это тоже буду объяснять. Давайте какие-нибудь размеры возьмем. Предположим, это будет, так, 300 на 300. Размер ректангла. И уидс, допустим, 50. Уидс давайте возьмем 80, а хейт возьмем 50. Так, теперь еще два параметра нужно задать. Первый параметр — это, получается, начальный, получается, градус этого круга, да? То есть, он задается в радианах. В данном случае, если мы хотим указать π, 180, мы должны указать, получается, число π здесь, допустим, 1, 14. И здесь давайте два π укажем. Это вот start angle и stop angle. Начальное значение нашего, получается, на сколько градусов мы в момент получается, да? Начиная от π и на stop angle давайте сделаем 6.28 — это два π. То есть, у нас, получается, нижний круг такой получится. Нижний круг. Так, напишите в чате, если проблем нет с голосом, если вы видите пайчаром. — Да, кстати, это не обязательно. Вообще, это просто рак там не надо. — Окей, давайте немножко дальше. Хорошо. Теперь смотрите. Так, еще какой-то объект. Давайте из тех объектов, которые пропустили. Мы, получается, circle, ректагн, арку, draw. Ну, здесь можно, в принципе, выбирать, да? Вот давайте попробуем полигон. Полигон тоже мы нарисуем на бэкграунде. Здесь мы указываем вторым параметром цвет, допустим, 120 на 120. И третьим параметром мы указываем... Можно указать, получается, лист поинтов, которые будут соединяться между собой. То есть, лист поинтов мы можем задать следующим образом. То есть, это у нас лист. Внутри мы указываем, допустим, какие-то координаты, да? 20 на 30, так положим. Второй поинт, это у нас получается 100 на 100. И третий поинт, это у нас получается 50 на 150. 50 на 150. Так. Хорошо. Как только мы нарисовали все это на бэкграунде, этот бэкграунд мы должны нарисовать на экране. То есть, мы делаем screen, screen, width, background и указываем от ноль. Так как бэкграунд полностью совпадает с нашим экраном, здесь мы когнат указываем ноль. Дальше пошли. Делаем main loop равен true. Это для основного лупа, да? Для основного цикла. Пока main loop у нас равен равен true. И пока main loop. Что мы делаем? For event in pygame.get. Если у нас event type равен pygame.cult, тогда main loop равен false. То же самое, если у нас event.type равен равен pygame.key down. И event type, event key, у нас равен равен pygame.key escape. Тогда у нас main loop равен false. Хорошо. После этого мы делаем, так как у нас все эти объекты уже нарисованы, мы делаем pygame display clip, либо update, да? И после того, как мы выходим с программы, мы делаем pygame.cult. Так, теперь давайте попробуем запустить программу. Сейчас, секунду. Так, смотрите. У нас получается... Куда поставить, чтобы удобно было? Ну, смотрите. Первый мы нарисовали, получается, circle, правильно? После circle мы сделали... Вот, screen, получается... Так. Вот это, на самом деле, вот это вот мы должны чуть позже, да, сделать. Так, давайте сделаем так. Где наш кругляшок? Game split, play game draw, circle... Может, после background его нарисовать? Так, хорошо, окей, сейчас. Понятно. Так, давайте здесь я попробую объяснить. Нашел, куда говорить. Где не слышит нас профессор? Включи ректангл, да? Ректангл, да? Вот это, это цвет ректангла, вот у нас ректангл. Вот это, это координаты, получается, 200 на 200. А, где у нас ректангл? Преугольник отмечен. Так, вот у нас ректангл, прямоугольник. Так, и здесь у нас, получается, 200 на 200, вот лево-верхний. Вот это, вот это координаты, это у нас 200 на 200, получается. И 50 на 80, это вот 50 x и 80. Так, кто-то что-то пишет. Давайте посмотрим. Может, после... Да, сейчас попробуем. Так. Теперь смотрите, второе, второе, это у нас, получается, второе, это у нас, получается, арка. Давайте арку посмотрим, как мы ее нарисовали. Арку мы нарисовали следующим образом. Вот это, получается, это у нас цвет, вот это у нас арка, получается, да? 300, 300, 80, 50. Это вот, предположим, давайте здесь примерно я нарисую. Вот такой ректангл, на самом деле, у нас есть. Где вот эти вот координаты, это у нас, получается, 300 на 300. Ну, вот здесь я немножко неправильно встал. Вот 300 на 300. Здесь width, получается, 80, и height у нас, получается, 50, да? Мы указали, 50. Вот это начальное, получается, вот это конечное угол. То есть вот такая арка у нас, получается, нарисовалась. Это вот то, что мы нарисовали. И полигон. Полигон, вот у нас полигон, получается. Здесь мы задаем первый этот цвет. Второй это вот 20 на 30. Вот эти координаты, это 20 на 30. Вот эти координаты, какие я указал, 100 на 100, да, кажется? 100 на 100. И вот эти координаты, это 50 на 150. Так вот это вот, что касается наших объектов. Так, кто-то еще что-то пишет, давайте посмотрим. При записи экрана. Так, ну вот, кажется, на видео нормально все это будет отображаться. После будем смотреть. Так, давайте сделаем. Так, попробуем. Секунду. Так, вроде у меня сперва вам покрашены, потом мы делаем пейн drawCircleBowService. 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 25 на 25. Давайте каким цветом нарисуем его. Вот здесь цвет 5 на 1, допустим, да. После этого мы на background рисуем вот эти вот вещи. Дальше мы делаем сперва bleed. Получается, сперва background blitting, а потом мы должны заблитить, нарисовать блоусерф. Тогда он у нас появится. Давайте посмотрим. Вот он, получается, появился. Вот он. И для того, чтобы, так, для того, чтобы задний фон у нас был прозрачным, мы можем сделать здесь drawCircleBowService, setColorKey. Здесь указать 0, 0, 0. Так, еще раз давайте запустим. Так. Вот он. Получается, вот этот круг – это отдельный surface. Вот это ректангел, вот это арка и вот это полигон. Вот. Хорошо. Теперь давайте попробуем сделать следующее. Сейчас я открою paint. Так, paint. Видим, да, Сэй? Ну-ка, что-нибудь напишите? Да, видим. Так, теперь смотрите, окей. Давайте попробуем нарисовать, что-нибудь, что-нибудь работает. То есть, одна вещь осталась – это FPS, это frame per second, это я сейчас объясню с помощью снэка. В принципе, вот это вот, это… на первых этих мы должны были пройти, но, в принципе, на примере, вот на примере снэка я сейчас покажу, как это все сделать, да? Давайте попробуем сделать так. У нас будет один круглюшок. Этот круглюшок будет двигаться, допустим, в правую сторону, либо в левую, либо вниз, да, либо в левую. Ну, в четыре стороны у нас он может двигаться, в зависимости от того, какую кнопку мы нажали. Да, если мы нажали на right, он должен двигаться в правую сторону, если мы нажали на left, он должен двигаться в левую сторону, если нажали на up и если нажали на down. Как мы это можем сделать? То есть, мы можем сделать следующее. Каждый раз, то есть, у этого снэка будет отдельный класс, тоже будет называться snake. И некоторые методы мы внутри этого снэка попробуем прописать. Это изначально, там, начальное значение, да, инициализация нашего снэка. При инициализации мы можем задать такие вещи, допустим, снэк из каких-то элементов, да, состоит. Если он из трех элементов состоит, то вот три этих рисуем. Если он, получается, из одного, вначале из одного элемента состоит, то пока скажем, что он из одного элемента состоит. То есть, у него будет size равен 1. Так же мы должны, вот если это вот, получается, наша доска, то мы должны указать начальные координаты, да. Начальные координаты, давайте мы сделаем определенный массив, items либо элемент, где мы будем хранить наши координаты. То есть, мы можем сделать список координат, допустим, список внутри списка, да, допустим, 100 на 100. То есть, первая фигура, он появится на 100-100. Если у нас еще одна фигура добавится, вот кругляшок следующий. Этот кругляшок у нас добавится, сейчас я это постеру, добавится вот здесь, допустим. Если вот по x он добавился, то он на 150-100, да, добавится. Вот таким образом у нас какие-то элементы будут появляться, и мы их будем все рисовать. Так, давайте зададим какой-то радиус. То есть, когда будет радиус 10 и dx, dy. dx, dy это будет, получается, для перемещения нужно будет в зависимости от того, в какую сторону мы двигаемся. Если мы, предположим, если мы двигаемся, если у нас вот есть кругляшок, мы двигаемся в правую сторону, тогда у нас dx будет меняться, да. То есть, x будет увеличиваться, мы будем делать x плюс dx, x плюс равно dx, y плюс равно dy. При этом, если мы идем в правую сторону, то у нас вот это, допустим, будет пятеркой, а вот это будет 0. То есть, по x мы будем двигаться на расстоянии 5, а по y на 0. Соответственно, если мы двигаемся в левую сторону, то x будет минус 5, y будет равен 0. Если мы двигаемся вниз, по x это 0, а по y это плюс 5. То есть, если мы двигаемся вверх, то x это 0, а по y это минус 5. То есть, таким образом мы можем сделать движение, так? Хорошо. Есть, давайте еще несколько методов у snake, у класса snake. Это, получается, пускай будет, там, не знаю, add элемент to snake. здесь мы указываем, то есть, мы добавляем в элемент определенную еще один элемент. То есть, когда еще один добавляется, мы сюда просто добавляем, и он просто будет увеличиваться. Так, и функция draw давайте добавим. Функция draw – это функция, которая будет рисовать нам нашу змейку. для того, чтобы нарисовать нашу змейку, мы что должны сделать? Мы просто должны по всем элементам пробежаться. То есть, у нас если три элемента, то по трем элементам пробежаться и просто нарисовать наши кругишки. и, соответственно, это должна быть функция, которая называется move, которая будет делать то, что мы здесь сделали. Это по x он будет менять, по x будет менять на расстояние dx и по y на расстояние dy. Давайте пока сделаем только один этот, один кругляшок и после попробуем подвигать ее. так. Ну и плюс я попробую объяснить, что такое вот это. То есть, на основе вот этого вот. Так. Здесь, в принципе, кажется, все понятно. Давайте попробуем написать. Так, открыл PyCharm. Вот example. 3.5. Так. Так. Хорошо. Давайте начнем с импорта Pygame. Pygame. Что-то он напишет. Pygame. Имп. Так. Давайте сразу начнем. Сперва создадим screen. Screen равен Pygame. Display. SetMode. Давайте побольше сделаем. 800 на 600. Хорошо. Хорошо. И сделаем класс snake. Класс. Класс. В Python мы, кажется, проходили уже в класс. Давайте сделаем класс snake. Здесь у нас будет конструктор. Конструктор у нас всегда начинается. Вот таким образом мы объявляем конструктор. Init. И self это получается как C++. Здесь это получается указывать на экземпляр данного snake будет указать. Так. Здесь что мы сделали? Первое это мы self-size. self.size.line1. Это означает то, что у нас только один snake будет. То есть из одного элемента будет состоять наш snake. Так. Дальше мы сделаем отдельный лист, в котором будем хранить координаты нашего snake. Да. Допустим 100 на 100. Третий параметр это у нас self-radius. Self-radius давайте сделаем 10. Что он говорит перед форматом? Хорошо. Радиус равен 10. И давайте объявим dx и dy. Это вот self.dx равен 5. Давайте сделаем. Это получается мы двигаемся изначально в правую сторону. И self.dy равен 0. Это означает то, что мы... Ну да, в правую сторону двигаемся. Если двигаемся, это означает то, что по y мы на 0 двигаемся. Хорошо. Все данные как только интеллизировали. Давайте попробуем написать функцию addElement to snake. Да. Это когда мы snake, когда допустим еду скушал и размер его растет. Когда мы делаем self-size плюс равен 1. Можем сделать self elements append и указать координаты. Допустим укажем пока 0.0. 0.0. Но потом тот элемент, который мы добавили, он автоматом примыкнет к snake. Это я чуть попозже объясню, как это мы сделаем. Так. Теперь следующая функция это функция draw. Давайте напишем draw. У snake будет draw. Для draw мы что делаем? Мы пробегаемся, получается, по всем элементам нашего for element in elements. Так. Self elements. Пробегаемся по всем элементам нашего snake и делаем pygame draw. Нарисуем circle. Circle нарисуем на самом скрине. Давайте сделаем красным цветом. 255.0.0. Здесь мы указываем координаты. Координаты мы сразу можем взять с элемента, да? То есть вот эти вот координаты 100-100 это первый центр головы нашего snake. И последний параметр это какой радиус должен быть, да? Self-radius. Так. Self-radius указаем. Это то, что касается draw. Теперь dev, функция move, которая двигает нашего snake. То есть мы можем сделать self-x, точнее не self-x, а получается у нас только один элемент. У этого элемента мы должны поменять координаты, да? Self получается elements. Нулевой это получается голова. И x от головы мы делаем плюс self dx. А self-elements получается нулевой. А первое это y. Плюс, плюс равно self dx. Вот такой у нас получается move. Хорошо. Теперь вот у нас есть получается класс, который называется snake. snake. Давайте заведем экземпляр от этого snake. Snake, snake. И напишем общий вот, да? Running, running, running. Пока у нас running. Ну что делаем? for event in pygame.event.get Есть у нас event.tryatrime.rime.pygame.cuit, куда running.rime.fos. plug. Smith. kendaрь用 . и event key, это у нас pygame.key.escape, тогда running у нас raven.fos. Так. Теперь у нас есть еще 4 направления. 4 направления. Еслиah, первое, если у нас event.tryatrime.event.key.thereum и event key у нас равен по идее n.key подположим равен то что мы должны сделать? мы должны сделать snake dx равен допустим 5 а snake dy равен 0 то есть это то, что я объяснял если мы движемся в правую сторону когда по x мы растем то и у нас 0 можно в принципе вот этот keydown вытащить внаружи, то есть давайте вот так вот поставим, сделаем следующее если у нас event key равен по идее n.key, тогда равен такой, если у нас event key это right тогда у нас будет вот так ну каждый раз, чтобы keydown не проверять, если у нас key, это у нас по идее n.key left тогда у нас snake dx будет равен минус 5 и snake.dy равен 0 если у нас event.key равен равен playgame точка key up тогда мы движемся вверх это по y мы уменьшаем то есть по snake dx у нас будет равен 0 а snake dy у нас будет равен минус 5 ну минус 5 тоже в принципе это как дельта идет давайте здесь не пятерку будем брать мы возьмем d пускай будет равен 5 здесь давайте будем указывать d d d d если у нас event.key равен равен playgame.key down тогда у нас snake dx будет равен 0 и snake dy будет равен вот просто d вот таким образом мы двигаем нашего снэка как только мы все это проверили мы можем мы здесь что делаем мы делаем snake move мы двигаем его потом делаем очищаем полностью экран это вот можем сделать скрин фил но 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 то есть полностью очистить далее мы делаем snake draw выставим нашего снэка делаем playgame.display.flip вот playgame.display.flip хорошо попробуем запустить сейчас вот у нас получается кругляшок который двигается в правую в левую сторону и мы можем его двигать то есть нажимая на кнопку мы можем его двигать теперь давайте я расскажу про fps что такое fps fps это frame per second это насколько быстро изменяются экран то есть 25 кадр вот допустим говорят же то есть в одну секунду это вот если у нас нам 24 кадра показывать это в принципе нормально то есть телевизоры и так далее они показывают там в секунду сколько-то кадров 30 кадров это тоже нормально количество кадров которые показывают вот эта вот игра по идее можно задавать внутри вот этого приложения то есть мы можем указать следующее здесь указать допустим fps fps допустим равен 30 по умолчанию он где-то в районе 30 берется далее у нас создается получается здесь clock есть такой параметр как по идее внутри по идее есть time и внутри есть clock и здесь мы можем задать при входе в программу мы можем задать миллисекунды которые хватятся на переключение между получается фреймами в данном случае смотрите что это означает когда вы внутри main loop делаете clock.tick.fps это означает то что в секунду мы будем показывать в данном случае это 30 кадров в секунду это что означает это означает то что программа будет делать delay то есть будет программу останавливать на один разделить на 30 времени то есть когда мы будем когда вот этот while running произойдет вот этот вот кусочек кода clock.tick.fps он будет останавливать нашу программу на какое-то на какое-то время чтобы в секунду показать нам 30 кадров то есть чем меньше вот это вот количество кадров тем 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 это будет виднее вам то есть если я сделал сделаю допустим fps район 1 и запущу нашу программу секунду вот так fps район 1 и запущу программу вот движение движение нашего этого нашей змейки он вам видно полчаса каждое движение как он двигается все это видно потому что мы сделали fps район 1 и это означает то что каждую секунду вам только один фрейм показывается один вид если мы это чуть увеличим так давайте сделаем так здесь мы еще добавим одну кнопку if event.key район район pygame допустим key 1 то есть если я нажал на единичку давайте fps сделаем плюс равен 5 на 5 будем увеличивать это что означает это означает то что вначале у нас получается frame push second будет 1 потом когда мы единичку нажмем frame push second будет 6 это означает то что 6 кадров он в секунду будет показывать то есть 6 раз в секунду вот этот ранний будет выполняться когда мы сделаем еще плюс 10 тогда он получается 11 кадров будет показывать в секунду и чем больше этот показатель тем гладче получается гладко будет проходить все действия у вас. Поэтому я сейчас покажу. Вот получается пока у нас единица. Я нажимаю на 1, он чуть увеличивается. Это вот плюс 5, да? Вот еще плюс 5, еще плюс 5, еще плюс 5, еще плюс 5. Ну и после какого-то он, в принципе, уже перестает, потому что больше 30 кадров это уже в принципе, бессмыслиться получается. То есть в любом случае вы видите там... Если 30, тогда все гладко будет происходить на вашем игре. По умолчанию в принципе 30, но в играх иногда нужно затормаживать, да, игру, там какие-то эти делать, ну не знаю, препятствия. Тогда вы можете с этим FPS-ом поиграться. То есть сделать, допустим, 1, там, либо 5, чтобы ваша игра там чуть притормаживала, да? То есть вот это вот фрейм проще с этим. То есть когда вы вот такой вот код видите, это означает то, что программа делает дилей на какое-то время с помощью вот этой функции. Так, хорошо. Давайте пока вот этого берем. Фрейм тоже, как мы поставим 30. А, ну и смотрите, вот это миллис... Что возвращает Клоктик? Клоктик возвращает сколько миллисекунд прошло с предыдущего кадра. То есть он сюда в миллисекундах передает сколько времени прошло. И в зависимости от этого, это же время, то есть в зависимости от этого вы можете уже двигать ваши объекты там по какой-то скорости, да? То есть это... Если вы знаете сколько времени протекло там между кадрами, тогда вы можете уже это проецировать на объект. Здесь смотрите. Давайте посмотрим, как будут меняться... Так, попробуем по какому-то нажатию кнопки попробуем увеличивать нашу змейку. Для этого мы давайте сделаем так. В данном случае мы сделали, получается, мы нулевой элемент передвинули на... Так, нулевой элемент мы передвинули на dx и dy, да? То есть если мы хотим, чтобы остальные вот эти вот объекты двигались, что нам для этого нужно сделать? Сейчас я открою этот... Экран наш. Так, вот смотрите. У нас изначально только один объект. Предположим, у нас не один объект, а несколько объектов. Допустим, пять объектов. Вот это начало, вот этот элемент это второй, третий, четвертый, пятый элемент. Теперь смотрите. Понятное дело, что вот это вот он двигается по направлению. Если это, допустим, мы двигаемся вверх, то он просто подвинется вверх. Если мы двигаемся влево, то вот это вот просто подвинется влево. А все остальные вот эти вот объекты как у нас двигаются? Двигаются следующим образом. Вот этот элемент переходит сюда, этот элемент переходит сюда, этот элемент переходит сюда, этот элемент переходит сюда. То есть что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Пробежаться с последнего элемента и делать следующее. То есть вот этот элемент присвоит значение вот этого. Вот этому элементу присвоит значение вот этого. Вот этому элементу присвоит значение вот этого. Ну и так далее до первого элемента. Так, это мы можем сделать следующим образом. Вот это мы будем в конце делать. давайте сделаем у нас есть сайта сделаем фор допустим ой range 1 и давайте сделаем сайс так что то пишет а сейчас секунду переключусь сейчас секунду он затормозил теперь теперь смотрите мы пробегаемся получается от 1 до как зима от 1 до сел в сайта так последний элемент у нас нашего здесь что у нас произойдет у нас происходит получается сэлф элемент сайс минус здесь у нас будет такой элемент это получается сэлф . сайс минус ай от 0 будет равен предыдущему ведущие это получается сэлф . элемент сэлф . сайс минус а минус ай один будет равен сэлф . сэлф . сэлф . сайс минус ай минус один Сейчас давайте сперва сделаем, потом я объясню. То есть то, что я до этого объяснял, сейчас я нарисую. Давайте сперва запустим эту программу. Ну или давайте сразу объясню, чтобы не отходил. Посмотрите, у нас получается есть какие-то коррена, допустим, x1 или x1. Это вот голова, x2, y2 есть, x3, y3, x4, y4. Это кардинаты, получается, вот эти вот все элементы, они находятся внутри переменной elements. Вот они. Это вот лист, получается. Теперь что мы делаем? Мы делаем следующее. Сейчас я вот это уберу. Немножаю. Здесь y1, да? Мы делаем следующее. То есть понятно, что голову мы двигаем по dx, dx. Это вот здесь я это написал. То есть голова у нас без проблем двигается. Голова находится у нас на 0, 0. То есть это получается вот нулевой элемент. Вот это первый. Вот это второй. Вот это третий элемент. Но перед тем, как голову подвинуть, мы должны сделать следующее. Вот этот элемент должны присвоить вот это вот. То есть у нас элемент от третьего элемента, x. x это нулевой элемент, правильно? Вот 0 это получается x, да это нулевой, вот этот первый. Вот 3, 0 мы должны присвоить e элемент 2, 0. То же самое. То есть если мы хотим, вот это вот мы присвоили, получается, третий элемент ко второму. Теперь второй элемент мы к первому должны присвоить. Это мы делаем e, допустим, в данном случае это 2, 0. Давно e, 1, 0. Это где мы x и поменяем. А соответственно, давайте я сейчас это не до конца написал. Когда мы меняем x, мы еще плюс y должны поменять. То есть вот этот x, y должны поменяться сюда. То есть e, 3, 0 это у нас e, 2, 0. И e, 3, 1 это e, 2, 1. То есть это просто означает то, что мы в x, 4, y, 4 записываем значения от x, 3, y, 3. Потому что e, 3, e, 2. Так, e, 3, e, 2. Вот, кажется, можно написать. Давайте попробуем. Так, сразу так, да? Кстати, да, кажется, можно написать. А можно просто истернуть новый элемент и удалить старый. Нет, эти элементы же у нас уже есть. Мы просто их передвигаем. То есть самым последним и к предыдущему. Это вот когда мы новый элемент добавляем, он автоматом добавляется. Потому что мы пробегаемся и последний перекидываем на предпоследний. Сейчас давайте вот это сперва попробуем сделать. Допустите, после, если непонятно, еще раз объясню. Хорошо. Так. Пробегать в случае не создать, так не будет лучше в плане производства. Insert мы не здесь делаем. Insert мы сделаем здесь. Вот он. То есть мы увеличиваем размер. Делаем self-element subPoint 0.0. То есть мы какой-то любой элемент добавляем, он автоматом прикрепляется вот здесь. Вот когда мы делаем move. Come run. Хорошо. Давайте сейчас до конца дойдем. Где мы остались? Вот move мы сделали. Давайте я сейчас посмотрю. Ничего не поменялось. Так, ничего не поменялось. Я имею в виду, это ли перемещение нового способа. Давай я сейчас, как я объясню, напишу, а ты после сделаешь и после отправишься. Там уже отсудим. Хорошо? В чате. Так. Просто когда смотри, когда мы движение делаем, как ты хочешь делать? Не совсем понимаю. Таким образом нам надо не будет пробегать в случае инсерфа, как будет лучше в плане производительности. Мы можем, конечно, стирать последний, но в любом случае мы же должны нарисовать все эти объекты. То есть мы можем, конечно, стирать последний. Но мы здесь делаем полностью закрашивание. То есть идея такая, что если у нас есть какая-то змейка, то как надо вот это переклиться сюда, вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда, это сюда, это сюда, а вот эта голова уже в зависимости от dx, dy, он будет двигаться. Хорошо, свой способ напишешь, после давай попробуем обсудить в чате. Хорошо? Так, ну, разные, конечно, способы есть, но самый такой простой, просто поменять когнаты на предыдущих. Можно, конечно, удалять, да? То есть последний вы удаляете, заменяйте когнаты. Так, где мы остановились? Так, теперь давайте сделаем следующее. По нажатию на какую-то кнопку мы будем увеличивать нашего снайка. То есть если у нас, допустим, key будет равен равен, playgame, key, допустим, 1, когда мы сделаем snake, add element to snake, ну и в принципе все. То есть здесь он автоматом добавит один элемент на 0,0, и он при следующем вызове вот этой функции move, он автоматом добавится с конца вот этот элемент. Хорошо, сейчас давайте я посмотрю. Кстати, когда мы добавляем… Так… Так, 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 так. Сейчас, секунду. Так, мы на 0,0 добавляем. Так, мы спевал, кажется, должны сделать move. После этого добавим, да? Давайте попробуем сделать так. И вам кей. Так, если мы добавляем… Семь секунду, чтобы вам видно было. Так, как только добавляем, у нас количество людей должно расти, да? Давайте сделаем здесь… Вот, попробуем здесь сделать… После flip of print snake size и print snake elements. Вот, после move мы должны добавить, да, это… Сейчас я подумаю. Так, окей, ну, сейчас давайте посмотрим. Так, в принципе, когнаты у нас добавляются, но они… В одно место, да, добавляются? После move… После move… После move… Нужно добавить на предыдущую позицию last элемента, да? Так, давайте сделаем так. Сделаем… Здесь заведем last x, пускай будет пока 0, и last y пускай будет 0. И добавим этот элемент на… И добавим этот элемент на last x, на last y. Теперь… Так, давайте здесь заведем какую-то перемену… И one… Изначально… Изначально пускай будет false. Если мы нажали на это, тогда мы делаем… k1 press равен true. И здесь мы сохраняем самый последний элемент, это… Ну, внутри move, да, можно сохранить. Так, внутри move мы делаем… last x – это получается… snake… snake… точнее, self… элемент… size – 1. Можно просто как last, да, взять? self… Так, last мы взяли. Last мы сохранили. Теперь, после move, если у нас k1 preset, тогда мы делаем k1 preset равен false, и делаем snake.at.element.self. Тогда… Тогда у нас получается что? Когда он сделает at.element… так, здесь мы сделаем append last… self.last… так, давайте попробуем запустить… self.last… self.last… пустой… так, еще раз попробуем запустить… self.last… small throw… ну, сейчас пока давайте нарисуем после… после аппорта… так… self.last… так… self.last… давайте когнаты посмотрим… 210… 140… 10… 10… 140… везде одинаково… хорошо… хорошо… время 9… давайте сделаем так… я сейчас разберусь… и залью… этот код в этот… гидкат… …либо в Telegram скину… Вы тоже попробуйте самостоятельно это сделать… где… вот еще у кого-то другие какие-то эти были мысли… как можно мне, продвигаясь… сделать так, чтобы… выводить все эти вот отрисовывать все элементы и после посмотрим, хорошо? сейчас телеграм я сейчас скину и после там обсудим на минут 10 сделаем брейк, после я в телеграм вернусь спасибо где мы остановились напишите в чат, если меня слышно так, хорошо так, смотрите, у нас обратно давайте логику еще раз попробую объяснить и после попробуем дописать правильно то есть вот здесь у нас есть элемент нашего снэка какие-то снэк элементы первый элемент это вот мы здесь меняем кайнат dx на dy то есть если это допустим dx у нас 5 то есть минус 5 то он будет двигаться в другую сторону но все вот эти вот остальные элементы они должны двигаться в зависимости где они стоят то есть вот этот элемент должен перелинуться сюда вот элемент сюда вот элемент сюда вот элемент сюда и так далее мы должны пробежаться получается с последнего элемента до нулевого элемента и присвоить и присвоить координаты предыдущих для этого давайте сделаем вот здесь я немножко чтобы вам понятнее было перепишу вот здесь вот давайте сделаем так мы с последнего до первого элемента пробегаемся так делаем рейндж так self.size это количество элементов минус 1 потому что мы от нуля начинаем до нуля и шага минус 1 то есть в обратную сторону тогда у нас self от i self от i будет принимать значение предыдущего элемента self от i минус 1 ну вот так вот кажется нельзя писать потому что здесь вот в данном случае он будет хранить ссылку то есть в self от i запишет ссылку от self от i минус 1 если у нас self от i минус 1 будет меняться то значение вот этого тоже будет меняться за это давайте x и y конкретно возьмем то есть нулевой элемент это у нас x так нулевой это x так self элемент от i первый элемент спусток в телеграме будет работать это что в телеграме я не смотрел еще телеграм сейчас давайте я допишу после сейчас секунду я посмотрю что вы написали вот такой метод давайте я сейчас свой метод объясню после посмотрим ваш этот метод так i минус 1 и один да то есть мы меняем получается таринат и x и вот то что я до этого показал это элемент принимает значение именно с первого именно с первого именно с второго до первого элемента и после этого мы просто меняем голову на какую-то позицию это уберу так и давайте сделаем следующее вот здесь давайте вот это вот мы уберем будем добавлять элемент именно при move давайте здесь добавим переменную из изначально пускай будет равен false и здесь мы сделаем если у нас из то есть если мы добавили какой-то элемент что это означает это означает то что давайте сделаем все это означает то что у нас self.size увеличивается на 1 при этом self.elements.append на любое место мы добавляем координатный элемент то есть что произойдет когда мы добавляем на 0,0 предположим у нас три элемента и когда мы четвертый элемент добавим он сперва добавится на 0,0 то есть если допустим вот эта игра он сюда добавится но потом когда мы будем пробегаться от size минус 1 вот этот 0,0 примет значение вот этого вот это значение примет вот это вот это значение вот этого и вот этот подвинется в зависимости от x, y но теперь нужно сделать так чтобы этот из add появлялся ну плюс еще к этому мы должны после того как мы добавили сделать из-за try and false так из-за try and false теперь в основной программе давайте сделаем здесь если у нас key 1 тогда snake is add равен true сделаем ну и вот это просто уберем тогда у нас please snake move если is add равен true давайте это тоже уберем если is add равен true тогда он добавит размер то есть один элемент у нас добавит к списку и потом здесь он получается добавится в самый список так last я убрал да везде от last убрал хорошо давайте попробуем запустить можно в принципе отдельная функция сделать то есть вот это все можно в отдельную функцию внести можно сделать так дэф дэф от snake ну что-то такое давайте сейчас попробуем запустить вот у нас змейка растет когда мы единичку нажимаем ну он из за того что там радиус у нас 5 не кругляшки кругляшку а кругляшок после кругляшка рисуется из-за этого у нас вот так вот я нажимаю на единичку и он растет каждый раз у нас добавляется 1 при этом мы не видим то что здесь вот на 0,0 он добавляется но на самом деле здесь появляется на 0,0 после этого он добавляется сюда то есть когда мы делаем move, мы что делаем? Мы сперва добавляем, и после этого следующая поисковка просто. То есть мы не видим, что этот элемент добавляется сперва сюда, и потом появится. Так, ну в принципе вроде все. Так, что вам нужно сделать? Попробуйте сюда добавить, сделать отдельный класс, который называется вот у нас класс получается snake, который управляет именно со snake'ом. Давайте сделаем класс, который называется food, для еды, чтобы он рандомно где-то появлялся. И сделаем класс, который называется low, который за стену отвечает. Ну и полноценно сделаем snake'а, чтобы он когда делал, если collision происходит с food'ом, чтобы наш snake один к этому, один элемент к snake'у предлагался. Не по нажатию на какую-то кнопку, а по мере съедали какого-то food'а. Так. Могу. Давайте еще раз подвяжемся. Давайте сделаем... Сейчас я буду рисовать. Так, вот смотрите. Ну вот здесь вот, в принципе, понятно, да? Size — это у нас количество элементов. То есть изначально он только один кружок у нас двигается вправо, влево и тогда. Элемент. Элемент — это у нас координаты нашей змейки. То есть в данном случае в листе только один элемент — это координаты, где находится наш snake. Он находится на 100-100. Где-то здесь находится. То есть вот здесь у нас 100, получается 100. Как только у нас будет добавляться какие-то элементы еще, здесь вот этот элемент у нас будет расти. То есть количество элементов будет расти. Дальше. Здесь мы задаем радиус каждого круга. В данном случае радиус вот этого круга — это у нас 10. Так, dx, dy. dx, dy — это направление наше. То есть если вот, допустим, какой-то кружок стоит, если у нас сейчас движение получается вправо, тогда у нас в правую сторону он растет по x. То есть dx у нас будет равен 5, а по y он двигается 0. То есть по y он не двигается, а по x у двигается. Если он вниз, это означает то, что по x он на месте стоит, dx будет равен 0, а dy будет равен плюс 5. То есть он растет вниз, да? Соответственно, если влево, тогда dx будет равен минус 5, 0, dy. И вверх это будет x равен 0, dx равен 0, и dy равен минус 5. То есть он растет, получается, в зависимости, в каком направлении мы движемся. Теперь функция draw. Что делает draw? Он просто по этим элементам пробегается, по всем элементам, и рисует нам другого класса в одном классе. Да, если экземпляры у вас есть, тогда можно обращаться. То есть экземпляры этого класса вы передаете как параметры, тогда можно обращаться. Это я в чате, то, что пишут, отвечаю. То есть по всем элементам нашего снэка мы пробегаемся и рисуем circle. Да, circle мы рисуем на основном скрине. То есть здесь мы указываем тот элемент, который мы рисуем. Здесь мы указываем радиус нашего круга. Есть функция addToSnake. При addToSnake что ему происходит? Наше количество элементов у нас увеличивается на один размер. Этот элемент добавляется, ну, здесь, в принципе, не 0,0, а в любое место он может добавиться. Просто в этом коде он примыкает к последнему элементу. То есть здесь без равенства, на 0,0 вы добавите, на 1,1. Эти элементы в любом случае они примыкнут к последнему элементу. Я сейчас это объясню. И мы говорим, что переменная isAddFalse равен isAdd переменной равенFalse, потому что чтобы каждый раз после первого добавления он не добавлял. Теперь move. При move что мы делаем? Если у нас была нажата кнопка единица, то вот происходит isAddRionTrue. Если isAddRionTrue, тогда мы делаем addToSnake, то есть вызываем просто вот эту функцию. Дальше что мы делаем? У нас есть какой-то snake, где там несколько элементов, допустим, 4 элемента. Мы берем этот последний элемент и приравниваем к этому элементу. Вот этот элемент приравниваем к этому, этот элемент приравниваем к этому, а нулевой элемент в зависимости от dx двигается. То есть вместо вот этого, теперь у нас вот такое значение у этих элементов. То есть вот это переходит сюда, это переходит сюда, это переходит сюда, и вот это переходит сюда. Теперь что происходит, когда мы добавляем новый этот элемент? Допустим, у вас 4 элемента новых. На 0,0 добавляется где-то здесь, допустим, 0,0 у нас добавляется один snake. И так как у нас размер увеличился, то вот это значение примет значение вот этого. Вот это значение, вот это, вот это значение, вот это, вот это значение, вот этого. А вот это значение от dx, dx в зависимости. То есть вот здесь вот я имею в виду, что мы можем указывать любые координаты. В любом случае, когда происходит move, он к концу нашего snake прикрепится. Вот здесь мы поменяли координаты всех элементов с последнего до первого. То есть первое — это голова. Перед первым элементом у нас элемента нет. Мы меняем его в зависимости от dx, dy. То есть то, что я вот здесь вот покажу. Вот это если голова, то в зависимости от этого мы либо добавляем dx, либо добавляем dy. Один из них ноль, другой добавляется. И получается эффект движения. Так, дальше пошло. Сейчас я вот это удалю. Хорошо, здесь. Вот здесь у вас получается основной код. Вот это вот, где... Вот здесь это вот в принципе понятно. Это мы выход делаем, да? Вот здесь у нас меняется dx, dy. То есть если мы нажали на right, тогда вот dx становится 5. В данном случае вот dr равен 5. Если мы на left нажали, dx становится минус 5. Если мы на up нажали, то y становится минус 5. Если мы на down нажали, то y становится 5. Если мы нажали на единицу на клавиатуре, тогда из at, это означает то, что мы добавили еще один элемент. Мы делаем из at, right. Дальше после каждого мы делаем движение. То есть мы сделали здесь move. Здесь мы заполнили весь экран черным цветом, чтобы постоянно след нашей змейки не оставалось. Здесь мы рисуем нашу змейку. Здесь мы делаем... После того, как мы нарисовали, мы просто новый экран. То есть обновленную версию показываем. Ну и в принципе все. Вам необходимо добавить foot, попробуйте. И попробуйте добавить wall. При этом wall вы можете считать там с какой-нибудь файла. Допустим, simple txt. Хорошо. Если кто-то сделает, давайте запишите на видео. Скиньте, чтобы все видели. Ну и можете объяснить. За это я, наверное, буду какие-то баллы ставить. Ну и те, кто немножко по-другому сделал, вы можете тоже записать видео. Скинуть, чтобы всем понятно было, как вы сделали снейк. Скинуть. Все, на сегодня все тогда. Сегодня тогда заканчиваем. Ну, можно записать, чтобы каждый у себя не запускал, имею в виду, этот код. Вы можете у себя запустить, чуть-чуть объяснить и показать, как это все работает. А то всем придется запускать код, можно скинуть. Да, я скинул в GitHub. Можете функцию move показать. Могу. Давайте еще раз move посмотрим. Что именно в move непонятно. Давайте разберем. Все непонятно. Еще раз давайте. Сейчас пошагово попробую объяснить вот это все. Допустим. Так. Смотрите, move. Move происходит. Давайте какие-то конкретные значения дадим. Так, давайте конкретные какие-то значения дадим. Сейчас, секунду. Так, они на дверь закрутятся. Быстро. Деньте это счастье. Не мешайте. Можете ли. Так, смотрите. У нас происходит следующее. Предположим, у нас какие-то координаты есть. Координаты, получается, змейки. Допустим, координаты змейки. А вот эти координаты, предположим, ну или давайте немножко по-другому описать. Ну или вот это нулевой элемент, вот это первый элемент, вот это второй элемент, третий, четвертый. Вот если мы движемся вверх, то что у нас должно произойти? Должно произойти вот так, да? Нулевой элемент здесь должен находиться, первый элемент здесь, второй элемент здесь, третий элемент здесь, и четвертый элемент здесь. То есть что произошло здесь? У нас вот этот элемент поднимает значение вот этого. Четвертый элемент поднимает значение третьего. Третий элемент поднимает значение второго. Это вот здесь он оказался. Второй элемент поднимает значение первого. И первое значение поднимает значение нулевого. Давайте сперва вот это разберем. Это как происходит? То есть мы должны пробежаться с конца. А конец это что у нас? Конец это у нас получается size минус один. То есть если мы индекс от нуля начинаем, здесь количество элементов сайз равен 5 сайз минус 1 элемент это вот последний теперь вот мы от сайз минус 1 пробегаемся до нуля до нуля это не включительно но то есть это будет 4 3 2 1 данном случае и шага минус 1 минус 1 это вот ну что чтобы мы назад шли теперь смотрите что мы делаем элемент и ты элемент получается 4 элемент здесь вот элемент 4 и берем как 4 и равно 4 значения и первый когнат это x равно предыдущему это получается и вот а и минус 1 вот здесь вот это получается 3 здесь получается но это же самое с игреком то есть е4 1 будет равен е3 1 то есть это означает то что четвертый элемент взял значение третьего элемента то есть четвертый элемент теперь здесь стоит у нас сейчас третий элемент тоже здесь стоит потому что мы значение третьего элемента не менять дальше когда а становится равен 3 здесь уже происходит е 3 0 равен е 2 0 и е 3 1 равен е 2 1 то есть предыдущему элемент то есть вот это значение поднимает значение вот это и так далее до первого элемента пока ай станет нет пока ай не дойдет до вот этого ай мы поменяли первый элемент переместился сюда вот он стоит после этого мы меняем голову предположим мы нажали наверх то есть у нас змейка вот так вот стояла мы нажали наверх тогда что происходит у нас получается голова должна идти вверх правильно это означает то что мы по игреку уменьшаемся это означает то что d у нас равен 5 а dx равен 0 и мы голове прибавляем dx прибавляем 0 получается вот он по иксу на 1 на месте стоит не появилась к мы добавляем минус c то есть вот эта вот колоколь она переместилась вверх сюда вот он это вот здесь вопрос то есть здесь мы меняем туловище полностью здесь мы меняем когнатами травы а у здесь если мы хотим добавить новые элементы мы его добавляем просто в конец и он автоматом вот мы добавили то 5 элемент он автоматом примет значение вот это четвертого и как будто он прикрепиться с сзади сбойки. Понятно? Хорошо. Если что, посмотрите еще раз видео. Я сейчас как-то закончу, все это залью. Ну, сложно. Ну, на самом деле не сложно. Немножко нужно потренироваться. Таким же способом другие эти программы будут работать. Ну, и посмотрим, может, какие-то другие методы полегче. То, что вот Амран скинул, кто-то скинул, по-моему, в Telegram. Пускай тоже запишут видео, если есть какой-то другой способ. В принципе, есть другие способы. Это каждый как-то хочет пишет движение. Я один из способов показал. Хорошо. На сегодня все. Я видео скинул в YouTube-канал, загружу сегодня в течение часа, в течение полутора часа вам появится. Так. Какой еще вопрос? Кто-то сейчас задал вопрос. Секунду. Как я сказал, что при изменении передавалась мне ссылка, а значение? Значение... Вот здесь вот если вы значение указываете, i0, тогда он не ссылку передать, а именно значение просто поменяет. То есть, когда интегером меняете, тогда это не ссылка. А когда лист вы листом меняете, это уже ссылка. Когда мы лист листом прислаиваем, это просто мы ссылку меняем. Из-за этого у нас, когда второй лист мы меняем, первый лист тоже меняется. Хорошо, дальше, если какие-то вопросы будут, то в Телеграме давайте перейдем, я постараюсь соответствовать, хорошо?